Также Баракулуфикум в хадисе указали на важность изучения тафсира. Тафсира, который приходит от правильных предшественников, братья, чтобы понимать смысл яд. Если не будет правильного понимания, то обязательно будет разногласие. Имам Загаби, рахиму Аллаху Атали, упомянул в своей книге «История от Ибн Аббаса», в которой говорится о том, что однажды к Умару приехал один человек, и Умар начал расспрашивать о людях из его местности. На что тот ответил Амир Аль-Муминин. Столько и столько из них выучили Куран, то есть рассказывать, как бы радуясь. То есть представьте, человек приехал к Умару, и Умар спросил, как люди. И тот начал, о, Амир Аль-Муминин, столько людей выучили Куран, начал рассказывать. На что Ибн Аббас сказал, клянусь Аллахом, я бы не хотел, чтобы они так торопились с Кураном. На что Умар крикнул на Абдулла ибн Аббаса, замолчи. То есть человек о таких вещах рассказывает, а ты так, ну как будто наоборот. Тут радоваться надо, а ты такие слова говоришь. Аллаху Акбар, Абдулла ибн Аббас говорит, «После чего я ушел домой расстроен, с мыслями, что я занимал место Умара, то есть сердце его, а сейчас, наверное, упал в его глазах. И я слег так, что даже женщины из моей семьи начали меня посещать как больного, при том, что у меня вроде бы ничего не болело. И когда я находился в таком состоянии, пришел какой-то человек и сказал, тебя вызывает правитель правоверных. И я отправился к нему, говорит Абдулла ибн Аббас. «Омар стоял у дверей в ожидании меня, взял меня за руку, мы с ним остались вдвоем, он спросил меня, что тебе не понравилось в словах этого человека? Ну что в нашем районе, это в наше время же, говорит, вот у нас есть медресе, в этой медресе столько людей выучили Куран и так далее. Или вот мы летом устроили лагерь, столько детей научили, столько сурам из Курана и так далее. И вот он спросил, что тебе не понравилось в словах того человека? На что и ответил управитель правоверных, если я поступил плохо, то прошу прощения у Аллаха и каюсь перед ним. И поступи со мной так, как посчитаешь нужным. На что Умар сказал, нет, скажи. Тогда я сказал, если они будут так торопиться заучиванию Курана, каждый из них начнет себя считать на истине. Нет, если он выучил Куран, будет думать, что он из тебя что-то представляет, как в наше время. Вот у нас вот этот парень есть, который говорят, хафиз Курана, хафиз Курана, и всех в Риба засунул. Просто один парень, который когда-то в детстве выучил Куран, второй их провел. Потом они открыли компанию, которая 100% на Риба строится. И он один из этой компании, учредитель работник, и всем советовал. Говорит, ну брат, вот этот же брат же говорит, вот он хафиз Курана. Типа репутация, понимаешь? Ну а потому, что он хафиз Курана. Вы забыли про Аят, что ли? Что Всевышний Алскал Фамасу, Камасал Химари, Яхмал Васфары. Что он как ишак, который носит на себе книги. И вот он говорит, Абдулла ибн Аббас, если они будут так торопиться заучиванием Курана, каждый из них начнет считать себя правильным. А если каждый из них будет считать, что он прав, то они начнут спорить. А если они начнут спорить, то впадут разногласия. А если впадут разногласия, то начнут воевать друг с другом. На что Умар сказал, молодец. Я скрывал-то людей, пока ты об этом не рассказал. Поэтому вот мы недавно об этом говорили, у нас даже отдельная запись есть, Бараку Луфикум, о том, что сначала надо научить людей чему? Пониманию. Только потом начинать им заучивать Куран. И это пришло от салифов. Они говорили, что мы сначала изучали, что? Иман. Хузай Фараделлан говорит. Потом начали изучать Куран. Изучая Куран, увеличился наш иман. То есть в иман понятие входит, как правильно это то, что называется Бараку. То есть в иманах руководство о том, как правильно понимать Куран. Как к нему подходить. А под Кураном подразумевается, что? Куран и сунна пророка Салалаху, Алейхиусалям. Поэтому люди, к сожалению, Бараку Луфикум, неправильно к этим вопросам подходят. Многие торопятся заучивать Куран. Даже я удивляюсь братьям, братьям, которые приезжают. Вообще мне это вот в шок вводит. Брат приезжает в Медину, ему там 4-5 лет. Он идёт 4-5 лет. Вот я заучил Куран. Да, брат, если ты перед Мединой не выучишь Куран, поедешь дома, выучишь Куран. Сейчас рядом с тобой учёный. В мечети пророка Салалаху, в других мечетях. Посвяти всё своё время пониманию Курана. А заучиванием потом займёшься, брат. Сейчас просто читай и ходи учёных учить. Понимаете, как шайтан глумится над этим человеком? И вот он 5 лет учит Куран. Так его недоучил и возвращается. И не выучив Куран, и не взяв шариатские знания от тех учёных, которые находятся в Медине, в Лауле Мустан, брать. И точно так же детям. Перед тем, как обучать их Курану и так далее, подобное, чтобы они заучили Куран, надо сначала их научить, братья. Как правильно понимать Куран? Это очень важно. А заучить Куран много времени не надо. Особенно если он ребёнок, особенно если он подросток. Потом Баракалуфикум. Если он возьмёт хорошую базу и так далее, отдать его Куран за год, за полтора выучит, за два Баракалуфикум. Да даже если не выучит. Абдуль Мусин Аббад, шейх Абдуль Мусин Аббад, говорит, я 50 лет только Куран выучил. Это не является целью. Да, ну хорошо, если Аллах тебя облегчил, но основой является что, братья? Понимание Курана и Сунны Пророкса Алса. Это что касается четвёртой главы, главы Баракалуфикума, спорах в отношении Курана.